Девушки отдыхают Редакция программы «Подробности» представляет очередной выпуск нашего политического ток-шоу «Чёрное зеркало» в студии ведущей программы Евгений Киселёв. Здесь со мной известные украинские политики, общественные деятели, журналисты, которые будут помогать мне вести программу. Это Валерий Калныш, Александр Харебин, здесь же писатель Ирена Карпа. И, как всегда, ассоциирует мне мой коллега, ведущий подробности Алексей Лихман. Я не буду представлять всех гостей, я буду делать это по мере того, как они к нам будут присоединяться и брать слово. Ну и, как всегда, у нас здесь молодая, активная аудитория. Сегодня здесь у нас в гостях студенты факультета журналистики Киевского университета. Как говорится, начнём, помоляясь. Мы решили сегодня за точку отчёта взять тему, о которой на минувшую неделю было много разговоров. Я имею в виду проект строительства стены вдоль границы между Украиной и Россией. Вот что вы, господа хорошие, по этому поводу думаете? Давно у нас не было Олега Лешко. Как вы к этому проекту относитесь? До стены? До стены? Да, стена, она есть стена. Так стоит её строить? Нет, я думаю, что деньги эти нужно потратить не на стены, а нужно потратить, например, на придбание теплоодягу для военнослужащих, на переозброение, когда у нас есть эта пауза. Бо проблема с стены в чём? Ну, по-перше, что такое стена? Приехал град Довбану, была стена, нет стены. И миллионы, которые потратили на строительство этой стены, прахом пішли. Это раз. Друге, для того, чтобы её построить, нужно же не один месяц и не один год, чтобы построить. Третий, мы сегодня же не контролируем кордон, российско-украинский, в Луганске и в Донецкой области. Какой толк, что мы стены будем строить в Чернигівской области или в Сумской области, когда сегодня наших пацаней убивают на Луганщине и на Донечке. Поэтому я считаю, что эти десятки миллионов или сотни миллионов долларов нужно сейчас потратить на батальон Айдар, Збройные силы, Национальная гвардия, которые не имеют нормального оружия. Олег, тогда у меня вопрос. А почему же тогда правительство решает выделять дополнительные даже деньги? А я думаю, что те в уряде, кто принимал это дурное решение про строительство Сини, хай бы один раз поехали в окопы в ночи, переночували, когда там холодно. И когда гради с верху довбают и нет где сховаться. То они бы тогда зрозумели, что требуют средства защиты, оружия и хотя бы элементарные палаты, теплые вещи. Потому что сегодня в ночи там мороз и люди мерзнут. И там половина людей хвореет. И им нет ни буржуев, ни генераторов. То есть вы думаете, что это непонимание реальной обстановки? Нет, я думаю, что это просто отмывание грошей. До речи, задайте, инициировали спочатку там за чьи гроши будивать, теперь за государственные нужно будет будивать. Я считаю, что это даримное переведение грошей. Треба не стену будивать, а треба озброить и сделать сильную армию. До речи, пример из истории. Линия Мажино в Франции. Когда Гитлер напал на Францию, он обошел линию Мажино, куда потратили миллиарды денег по тому времени. Он обошел с левой стороны и захопил всю Францию. Линия Маннергейма в Финляндии, задайте, аналогичная история. То есть это на ветер выкинутые деньги. Ну, например, есть успешная история в Израиле, 700 с лишним километров. Нет, так давайте не плутать. Благодаря которой, скажем, количество террористических актов снизилось почти вдвое. Первое. Израиль строил эту стену 20 лет. Другое. Давайте террористические акты – это одно, а военно-агресия – это совсем больше. Если бы против Израиля была военно-агресия, они подошли и завалили эту стену. Четвертое, и самое главное. Стена, она может затримать контрабандистов. Стена может затримать террористов. Но когда идет о регулярную армию, которая на нас нападает, то выход только один – бороться против этой армии. Олег Валерьевич, понятно. Ваша позиция понятна. Тарас Степанович. Я напомню, Тарас Степанович Штецкев, ветеран украинской политики, можно сказать. Вы ведь с первого созыва… Всего пять. Пять. Всего пять. Первый, четвертый и шестый. Это будет шестой. Ну, это и другое питание. Тарас Степанович идет на этот раз в депутаты по списку гражданской позиции. Правильно, я излагаю? Ваша позиция. Ну, вы знаете, стена – это, конечно, хорошо, если это серьезная справа, а не передвыборчий пиар. Я все-таки думаю, что там передвыборчего пиара есть больше. Потому что, когда говорят, что за полмиллиона гривен, или сколько, построить быстренькую стену, это немного звучит несерьезно. Давайте просто подумать, а от чего она защищается, стена? От войны – нет. Потому что от войны защищала линия Мажино и линия Маннергейма. Линия Мажино не защищала. Линия Маннергейма в Финляндии трошки защищала. То, что делает сейчас Израиль, або, например, в США, кордон между Мексикой и Америкой, он не от войны защищает. А только от контрабанды, действительно. От проникнения нелегальных наркотиков и так далее. А стена, допустим, между Северной и Южной Кореей. А теперь давайте подумаем, а от чего нас защищает стена? В какой версии? Если мы там поставим колючий дрит, ну так, действительно, Россия танками это перейдет. Виреем рев, ну, два дня танки не пройдуть. Потом пройдуть. Если бы мы там миновали, как это делается некоторыми странами, тогда я бы это до этого серьезно поставил. В Росії достаточно людей, чтобы послать через кордон, и там поляго достаточно людей не минов. Это тоже бы не думал. Нехай премьер, который подхопил идею Коломойского, скажет, как мета побудования стены. Мета. Бабки в красу. Мы защищаемся от войны, тогда нужно строить то, что строили в Северной. Насправді, и остальное. И остальное. Насправді, даже если мы строим хорошую стену из Чернигинской области до зоны АТО, то мы не захистим то, что уже втрачено Украиной. Одну третью Донбасса. И Росії хватит этой территории, чтобы зайти в Украину, о минувшей будь яку стены. Ну, а вот... Сейчас хочу... Спасибо. Хочу послушать Ирину Верегерю. Ирина Костяновна до недавнего времени возглавляла, точнее, исполняющим обязанностей главы Луганской администрации. Она баллотируется от Батьковщины в новый парламент. И, насколько я знаю, поправьте меня, если это не соответствует действительности, она занимает почетное второе место в расстрельном списке, который составили сепаратисты. Это так? Да, оно постійно оновлюется, но второе место так у меня и есть в этих расстрельных списках. И я хотела высказать свою позицию стосовно цієї стены. Спочатку, чем побудовать эту стены, нужно было Кабмину приехать и посмотреть на Луганщину, как они там собираются строить стены. У меня 746 километров кордон с Российской Федерации. И я... Еще раз уточните, как... 746 километров кордон с Российской Федерацией. То есть, Луганщина, это нужно строить какой кордон. И справа в том, что эта стена не остановит агрессоров. Мы должны сейчас, правда, сказать про оружие нашей армии. Мы должны сказать про то, что сдают территорию Украины, что часть Луганской области уже сдана. И кроме этого стены, они собираются еще строить стены между одной частью Луганской области и другой частью области. У меня студенты не могут приехать на ту территорию Луганской области и учиться в институтах, потому что все студенты, которые стояли на Маданах, а их было больше тысячи, они в расстрельных списках. И поэтому мы должны про это сказать, а не строить стены. Если бьет Град, то он бьет за 20 километров. Если бьет Смерч, то он бьет за 70 километров. И можно спокойно расстрелять территорию Украины и не строить эту стены. На стены выделяется 66 миллионов евро. Сейчас будет еще, начебто, 6 еще недостатньо. И еще будем выделять. Как можно строить эту стены, которая окупована территориями, как там открытый полностью кордон? В Краснодарском районе, что делает Российская Федерация? Они кидают понтоны, и танки проходят по понтонному мосту на территорию Украины. Потом город поднимается, и спокойно соби, начебто все, кордон под контролем. То есть, знаете, это отмивка грошей, и я считаю, это очень большие гроши, которые попадут на эту стены. И почему они начали это делать еще в квоте месяце? Почему они начали это делать в траве месяце, а сейчас за 2 недели до выборов начали строить эту стены? Это просто недопустимо. И разговаривала еще одну стены, которая идет посередине Луганской области. Это она имеет на увазе буферную зону, которую договорились Россия, ОБСЄ и Украина провести буферную зону. Хотя категорично против этого. Потому что я считаю, что буферная зона должна проходить на кордону между Украиной и Россией. А когда у нас буферная зона, дали Донбасс, навпіл, то это реализация плану Путіна. Я спрашиваю, кто дав право залишать по той биг буферной зоны миллионы украинских граждан без защиту? И не звольняючи их, отказываясь от звольнения. И когда мне сегодня я читаю поведомление, что на этой буферной зоне стоят будут прикордонники, стоят будут митники. Скажите мне, пожалуйста, хиба это не визнание кордону между Украиной и Новороссией? А я додому попаду, у меня территория там, на этой территории. Ирина, ну вам туда и нельзя пока, подождите. Вы второе место в расстрельном списке. У меня уточнение, а кто первое место в этом списке расстреляет? Григорій Пригеба, громадский дядь. Это и помечник Гриша Пригеба. Він первый, а взагалі студенты, взагалі все студенты. Студентов даже включают? Даже студентов? Звучало. Дуже багато студентов саме в этих списках, и тому самая молодь постраждает. И они не смогут попасться домой. Я 5 месяцев дома не была. Григорій Пригеба. И много тысяч таких людей, которых також не бывает дома. Григорій Пригеба, про якого задала Іра, який номер один в расстрельному списку террористів з ЛНР. Це багатолітній, з 2011 року мій помічник. Зараз він балотується в депутати Верховної Ради. Это рекламный ролик, не нужно. Так, понятно, понятно. Ирина Константин, вы уточните, пожалуйста, а сейчас какая ситуация вдоль границы Луганской области с Российской Федерацией? Ситуация очень тяжелая. Сегодня снова пришла на территорию Луганской области техника с Россией. Сегодня пришла живая сила на территорию Луганской области с Россией. То есть перемирия такого не имеет. И вы знаете, что вчера в ночи горела Щасинская ТЭЦ. Щасинская ТЭЦ мы уже охороняем протягом трех месяцев, потому что это стратегично важливый объект. И поэтому терористы хотят ее захопить. Так слушайте, а может быть была бы стена, и они не просочились бы как раз? Может быть все-таки есть какой-то от нее в руках? Так, они бьют градами. А гради бьют за 20 километров. И эти гради будут перелетать через всю стену. То есть это списание денег. И я хочу сказать, сейчас мы говорим про Донецкую и Луганскую область. А я бы еще хотела сказать Харьковскую область. Сейчас так же неспокойно. И сейчас появляются шеврони ХНР. То есть россияне не заспокойны. И они пытаются расшатать ситуацию и в Харьковской области. То есть Харьков следующая. Харьков следующая. Вы знаете, когда был Крым, я никогда не думала, что это будет стосоваться Луганщине. Тогда все было начебто спокойно. И тогда эти люди, которые сейчас болотаются в Верховную Раду, и Голенко, и Кравченко, они проводили митинги. Они говорили про то, что приходится Россия на территорию Украины. Сейчас они болотаются. И поэтому я не понимаю, как можно им позволить. Ирина, вы говорите, что Россия накапливает свои войска, да? А Украина использует вот это время? Так вот сейчас 30 одиниц військовой техники колонна зашла. И 40 автобусов с сепаратистами. И как в новинах коментуют сейчас наши войсковые, что мы просто следуем за их пересуванием. То есть мы верим, что они принесли... Ирина, я так понимаю, что информация непосредственно разумна. Но Россия не стреляет. Ирина, я не стреляю, но хотя бы она подтягивает свои какие-то силы. Ирина, вы понимаете, что у меня вопрос и блондинки. Майже нет. У нас перемирие. Мы задекларировали, что у нас мир. Но Россия готовится к агрессии. Место Попасное обстреливается. Горское Золотое обстреливается. Место Счастья обстреливается. И как объяснить, что у нас перемирие? Вчера в Тернополь привезли одного хлопца из Попасного и охоронили сегодня. Как его батькам сказать, что перемирие? Или тем из шести сегодняшних людей, которые ранены, попали в лекарню? Как сказать? Если мы охоронимы людей, если у нас дают села и населенные пункты, и кто знает, как это будет проходить по Донецкой и Луганской областям? Я про это сказала уже давно, когда мы подписали Минские угоды. Их можно подписывать в Минские угоды с террористами? Они их успешно порушивают. Почему мы не можем их порушить? Мы не понимаем, что это за территорией. Сегодня так называемый премьер ДНР террорист Захарченко оголосил, что подписали размежевальную линию, в результате которой наши военные сдали несколько населенных пунктов, в том числе село Пески. То я хочу напомнить, что за село Пески, за вызволение села Пески, девятеро наших бойцов было убито. Кілька десятков параметров. Такое у нас перемирие. Вы уже слышали заявление Совбеза сегодняшнего, что это не соответствует действительности. Вы в данном случае подыгрываете тому же самому Захарченко. Побачим. Побачим. Ну что побачим. Вы сейчас рассказали об убитых бойцах. Только на факсе все эмоции. Очень хорошо. Я говорю, что вы руководительства. Вы руководительства. Вы руководительства. У нас Влада рассказывает, что у нас был басен мейер. А сейчас гибнуть люди. Что? Ну и вы пять месяцев там не были. Я правильно понимаю. Я пять месяцев очоливала область. И я была завжди на блокпостах. И я была на кордоне с Станичным Луганским районом, где 200 метров и где кордон с Россией. И где были порушены. Я там была. Я это знаю. Вопрос ко мне. Какой? Вы рассказываете про то, что кто еще сдал. Я бачила, как давали места. Розумеете? Я говорю о том, что Олег Валерьевич руководствуется заявлениями Захарченко террористом, но при этом не замечает заявления из собственного совбеза. Не говорите, будь ласка. И вы не в расстрельных списках. Не говорите, дурницы, про то, что я керуюсь заявлением Захарченко. Я керуюсь объективной информацией. Вся края бачит, что нам рассказывают мир. А щодня мы отримуем поведомление про загибель наших солдат и мирных жителей. Вся края бачит, что щодня обстреливают населенные пункты, страждают мирные граждане. Нам выдают мир, иллюзию за мир. Насправді, миру, на жаль, немає. И сейчас мы не можем выкрости для того, чтобы не спрятать нашу армию. Вот давайте посмотрим. Давайте посмотрим на эту карту. Это официальная карта, которая каждый день обновляется в интернете. Карта ситуации в районе АТО. Вот эта ситуация на сегодняшний вечер. Вот посмотрите, красным отмечена граница, которая не контролируется, а зеленым, которая вроде как контролируется, если верить тому, что мы регулярно видим. Но как же она контролируется, если через нее идут колонны боевые техники и снаряжения. Кто-нибудь может мне объяснить? Она идет через неконтролированную территорию, но, вы знаете, то, что зеленое, оно начебто контролируется, но ситуация там очень сложная. Потому что очень долгое время у нас кордон был вообще открыт, Российской Федерации. И туда-сюда люди ходили на лево и право. Так, может быть, тогда все-таки есть смысл в каких-то загородительных сооружениях? Да, пожалуйста. Я очень люблю цифры, поэтому давайте поговорим математикой. Протяженность границ Украины с Российской Федерацией 1975 километров. Сухопутные границы. Сухопутные границы 1975 километров. Исключая морские границы. Территория, граница, неконтролируемая Украиной, составляет 500 километров. Это первый тезис. Второй тезис. Мы говорили об Израиле, о стене между Израилем и Палестиной. Протяженность стены, так называемой, израильско-палестинской, 709 километров. Из которых фактически стена, в нашем понимании, 8-метровая бетонная стена, занимает чуть более 30 километров. Из 700. Остальное это колючая проволока, рвы, машины, контор-следовые полосы, датчики движения и все. Александр, давайте не углубляться в историю про израильскую тему. Израиль строил 20 лет, потратил на это 2 миллиарда долларов и до сих пор не достроил. А мы хотим построить за 6 месяцев. А у меня другой вопрос. Про израильскую стену мы поговорим. У нас должен к нам подключиться наш корреспондент в Израиле, Сергей Ауслендер. А вот у меня к вам вопрос. С точки зрения вот этой цифры, которая была озвучена, сколько, 66 миллионов евро, да? А это как? Это реально? Это нереально. Я думаю, техническая документация, разработка технической документации обойдется сопоставимой цифрой. У меня есть очень хорошая ассоциация. У нас и был Борис Колесников, который разработан на Евро 2012. Кому-то не дает слава компании Альтком и всем остальным. Я не считаю, что цифра 66 миллионов является экономически обоснованной, что под нее есть какие-то технические документы, и в эти цифры можно уложиться. Я не знаю, как вы... Вы знаете, мы провели здесь такое импровизированное расследование. А какова вероятность того, что этот проект вернут после выборов? Я просто скажу, так вот, смешная вещь, да? Чтобы оградить бетонным забором обычный садовый участок по периметру 100 метров, нужно, как выяснилось, вот обзвонили много фирм, и цена примерно одна этажа, 20 тысяч гривен. Но это, извините меня, бетонный забор вокруг... Ведь нюанс заключается в том, что это в нашем представлении, это бетонная, там, 8-метровая. Но это же не так. Ведь проект стены подразумевает совсем другую конструкцию. Да, Владимир, можно питание блондинки, чего купаем риф, а называем это проект стена? Потому что через будь-який риф кидаются в принципе... Насколько я знаю, во-первых, во-первых, сам проект стены подразумевает как раз отсутствие бетона. Это будет такая колючка, да, там, 6-метровая, это будут вышки, это будет контрольно-следовая полоса. То есть это не та стена, как в Израиле, которую... Сколько километров загальная протяжность? Ну, она идет... Планируется, что она будет по всей границе, поэтому сейчас идет начало с тех участков, которые... Чернигов, которые... Валерий, я не понимаю, так вы как сами-то думаете? Стоит строить? Да. Стоит? Стоит все-таки. Вот так вот. Потому что в данном случае стена касается именно не того, чтобы против нее просить танки. А что это даст конкретно? Ну, начало, это и, скажем, образец, это та стена, которая находится между США и Мексикой. Действительно. Она не против военной агрессии, она против контрабанды, она против наркотиков. Я понимаю, что... ...на перебывает в стане войны с Россией, и сегодня главное завдание не будувати силу против контрабандистов, против нелегальных перевозчиков диспалива через российско-украинский кордон. А сегодня главное завдание – это звольнити родную землю от врага. Для того, чтобы звольнити, мое быть потужная армия, мое быть одягнута, нагодована армия. И на это треба гроши тратить. Вам не приходило в голову мысль, что вы можете делать параллельно? Давайте дадим слово нашим гостям без микрофона. Параллельно, рога где взять, когда в нашей сегодня армии озброя не мает? Вы можете еще одну параллельно? Да, да, да. Вы знаете, в этой ситуации все плавали. И если бы не волонтеры, и если бы не громадские работники, и если бы не молодь, то они были холодные, развязаны и не накормлены. Тепловизоры. Добрый железный. Давайте мы забудем о стене, как о фортификационном сооружении. Стоит ли 66 миллионов пиар-компания под названием «Стена»? Давайте мы поговорим о пиар-компании Народного фронта, которая на этом делает репутационные вложения. И второе. Саша, которого здесь нет. Стена, стена это... Послушайте, они без них. Стена это символ. Если мы говорим, и премьер-миссер говорит о том, что стена это символ отгораживания от того мира Российской Федерации, стена это философия, то 66 миллионов это хороший инструмент. Да, нормально потратить на пиар отгораживание от Российской Федерации, от российского мира, это стоит этого. Хорошая философия 77 миллионов евро. Подождите, Нармально. Россия тратит на свой пиар миллиарды. Россия возбудилась. Во всех смыслах, говоря о том, что Украина строит стену. У них в голове не укладывается. Так называемый славянский мир от них отгораживаются. Слушайте. Не стена, не стоим еще. Мы не должны возбудить, что ничь, он не присылает нам технику, что ничь, доходит техника и жива тела. Я родился в городе Рубеж, у нас микрофон открыт. Я очень отвечаю к разговору, это я обращаюсь к Сергею Каплину, который нардеп от удара и, между прочим, непосредственное отношение к обсуждаемому вопросу должен иметь, поскольку возглавляет комитет по вопросам национальности и национальности обороны. Ваша позиция. Вот в комитете у вас что думают по этому поводу? Я хотел бы сказать наступное. Те, что это мае быть за задумкой Арсения Петровича, его найбільший, за его жизнь и спроби что-то выиграть в политике. Бигборд – это однозначно. Саме это главный задум Народного фронта и Арсения Петровича. При всей повазе до него и при всей повазе до тех, мне известных, и мною шановых людей, которые входят в его список и высыхают на мажоритарных округах. Это очень дорогая цена для бигборда довжиной украинско-российского кордона. Если мы хотим перетворить страну в коммунальную квартиру и отгородиться сначала от России ценою, потом одна область от другой, между местами и так далее, пожалуйста, можно это делать. Но даже обговорение этого вопроса, когда нас смотрятся миллионы, десятки миллионов людей и перетворить это в популяризм и цирк, вместо того, чтобы расставить иначе акценты. Краине потребна сьогодні действительно обеспечена армия. Краине сьогодні потребен не популістский, дешевый, я бы сказал, навіть клоуневский хит, повязанный с строительством цены, а формирование потужных, системных, инженерных, фортификационных споруд. Краину действительно, армию України треба сьогодні одягать. Жодных разумов про строительство цены до люстрации в уряде, який сьогодні побил усі рекорди Азарова по коррумпованности, не може бути в принципі. Подожди, подожди, ви в этом уверені? Как говорится, это серьезное обвинение, Сергей. Скажіть мені, будь ласка, у вас є автомобіль, ви на ньому ездили? Ездили? Да, конечно. Вас зупиняють доїшники? Беруть хабарі? Перше, друге. Бывает. Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на укрозайниці? У мене водитель крутое, он умеет с ними розговаривать, давайте мотлуп, так сказать. У мене водія немає, я їжджу і мене зупиняють, не всі пізнають і так само роблять пропозиції в імені уряду України. Це перше. Друге, скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на Укрзалізниці немає корупції? Скажіть мені, будь ласка, ви вірите в те, що на Укрпощі немає корупції? Ви вірите в те, що в Мінфіні немає корупції? Ви вірите в те, що державне казначество перераховує гроші без відкатів, як це було приятнане? Ви вірите в те, що урядові партия не брала гроші, щоб там в 20-30-х злого вийшого вийшого, щоб варто всяке об'явлення в наслідження должно быть як-то чем-то підкріплено. Тому підкріплено ось цими облисками. Тому що кожен зустрічає реальне життя. Облисків, к сожалению, понимаєте, недостаточно. Я тоже скептично отношусь і к вашим сейчас заявлениям, я можу об'ятому догадуватися, але верити вам без конкретних фамилий і конкретних цифр я не можу. Извините. Ви сказали А, говорите Б. Или ви, или ви ревночний борец за правду, или ви хотите сделать политический пиар, при этом не роздоруючи со своими потенціальними партнерами. Протягом останніх років царювання Азарова Януковича, корупційне оборот країни. Буде використовуватися у випадку глобальної війни між нашими, глобальної війни між нашою країною, наприклад, літаками. Чотири тисячі російських військових літаків в ідеальному, бездоганному стані. І двісті наших літаків в Полтавській області поїдьте на аэродром Миргород і подивіться, вони на пеньках стоять. Це перше. Друге, 15 тисяч російських танків і наших там чотири тисячі танків, які залишилися. Третє, 30 тисяч одиниць російської бронетехніки проти наших 6 тисяч одиниць бронетехніки, яка так само в складному стані. Нам сьогодні треба кинути всіх 4 вісотки валового внутрішнього продукту на утримання армії, як це у всьому світі. А не піввісотка, з яких половина розкрадала, як це було при Азарово. Досить займатися популізмом. Ті, хто займається популізмом, вищий рівень, вищий рівень мародерства, вищий рівень мародерства. Це коли політики, не знаючи справу, в ній не розбираючись, ні разу не бувши в зоні АТО, не пожавши руку жодному солдату, не перерахувавши жодної копійки, намагаються заробляти навіть не гроші, а бали і рейтинги у парті. Це популізм. Якщо не покарає їх, якщо їх не покарає виборець, не проголосує. І Господь Бог покарає за все. Сергій, ви президенту вірите? Ви президенту вірите? Як член президентського блока? У нього не дошли, там нет коррупції, все действия правильные. Я вам могу ответить. Знаєте... Ви же идете там. Я вам отвечу на вашу ответ. Так вот послушайте мой ответ. Знаєте, я разговаривав с президентом несколько дней назад. І я, як мажоритарщик і з Полтави, спросив у нього, убедити мене, пожалуйста, тремя предложеннями, почему в нашій стране будуть реформы і почему ви їх проведете? А якщо б не убедив, ви б не пошли в депутат? Первое. Ответ дуже простой. У президента є два пути. Первий путь. Он реформатор і вместе зі своєю командою, з більшіством, яке сформирується, в тому числе, і сидяшіх тут, в цьому ряду. Проведет ці реформы і впишет історію цієї команди і собствене імя історії. Второй путь – це Майдан, але він поправив. Майдана в нашій країні вже може не бути. Будет воєнний переворот. Люди понимають чітко вкус оружія і силу оружія. Силу мільйонів. Тому виборів у нас немає. Ми должны, будем і йдемо путем реформ. І в цьому пути реформ главной армії безпадково і місцево. І не забыли. Я не би погодиться із Сергієм, але є одне але. Коли Сергій, шановний каплін, до речі, я переконаний, що він виграє. Є вибори в Полтавщині, бо він справді там авторитетний депутат. Але коли він говорить, що президент з його командою, я хочу тобі, Сергію, сказати. Губернатором Кіровоградської області призначений регіонал Кузьменко, а його батько балотується до Верховної Ради. Половина списку президента чи по списку, чи по мажортарці це колишні регіонали. Так яка це команда? Януковича команда? Сьогодні відбурок Порошенко знову йде до Верховної Ради. Нам треба таких команд, а мене не треба. Господь Бог бачить, що я цього не хотів, говорити, не робити. Ми з Олегом колеги і разом боролися проти Компартії, і давили цих Януковичів в Раді. І фракцію Компартії разом ліквідували. Господь Бог бачить, я, Олег, його не хотів робити. Але я скажу. Ти мені по округу, ти говориш про Кузьменка, ти мені на округ висунув людину, я знаю, що ти в прізвище її не знаєш. У якої, завод якої, олігарха, завод якого, заріст бур'янами у Калуші, його навіть не знає, хто він такий. Він працював у Ахметова, зараз він працює в тебе, кандидатом по моєму мажоритарному округу, твого побратива, за ким ти боролся проти Симоненка. Сергію у радикальній партії олігархів немає. Олігархів у списку Порошенка, а не по округу Капліна. Де ви найдете дурного олігарха, який по округу Капліна йтиме? У нього ніхто не виграє. Кого ти розкажуєш, олігархів? Немає там олігархів. Олігархи сидіть, і не фракції купують. Я тобі покажу фотографії, я тобі покажу відео, як люди в Калусі росіровані. Вони як дізнавалися, кажуть, ми хотіли за Олега, у Симкау доземо втруватися. Остановіться, пожалуйста. Наведи порядок у себе. Сергію, Олег, эта програма не вам сьогодні посвящена. Успокойтесь. Секундочку. Давайте вернемся. Відоміте. Одну секунду. У нас спутник сейчас прилетел і може дуже скоро улететь, що називається. У нас зараз на связі, як я обіщав, наш корреспондент в Ізраїле, Сергій Ауслендер. Сергій, ви мене слухаєте? Да, добрий вечір, Евгений, слуху. Я вас дуже прошу. Я зараз не к вам, Сергій, я обращаюсь, а к здесь присутнім. Ідет задержка по звуку. Несколько секунд проходит, прежде чем Сергій услышит нас. А мы, соответственно, його ответ. Поэтому давайте не мешать людина, який знаходиться там на расстоянии многих тысяч километров. Итак, ми сьогодні вже здесь говорили, Сергій, о том, що вот є стена протяжінною більше 700 км. На самом деле, це сложне інженерне сооруження. Где-то це высокий забор, где-то це действительно там бетонна сплошна стена. Я там неоднократно ездил вдоль нее і должен сказати, що це действительно производить большое впечатление. Кто буде в Ізраїле непременно, посмотрите. Але все-таки главний вопрос. Насколько она эффективна? Вот оправдала ли стена надежды ізраїльського обществу, які на нього возлагалися? Вы знаете, я полагаю, що ефективність любого проекта нужно оценивати з точки зрения выполнення этим проектом, поставленных перед ним задач. Вот в 2003 году, коли начинали строительство стены на границі с Іудею і Самарією, как ми це називаємо, западним берегом, как це називають в мире, стояла задача прекратити волну терактів, потому що террористы-самоубийців пішком проникали в ізраїльські города, населенні пункты, взрывались і таким образом погибали сотні людей. Вот була поставлена задача ціну пресечь. После строительства стены длилось основне строительство около двух лет, теракты прекратились, вони сошли на нет полностью. Таким образом, с этой точки зрения эффективність стены наверное очень высокая. Хотя есть и другой пример. Подобна стена на границе с сектором газа, да, она наверное задерживает террористов самоубийц, не дает им проникать в Израиль, но через эту стену перелетают ракеты, под ней палестинцы роют туннели. Вот с этой точки зрения она неэффективна. Все зависит от того, какие задачи ставят перед данным конкретным проектом. Ну, а вот все-таки так ли уж она непреодолима? Потому что мне приходилось читать, что якобы есть отдельные участки, где сотни человек с арабской стороны переходят просто для того, чтобы решать свои личные проблемы в поисках работы и так далее на израильскую половину и не удается их задержать. Правда ли это? Видел это своими глазами. Я видел это своими глазами, как палестинцы в определенных местах, перелезают через стену, в определенных местах перелезают через проволоку. Просто есть места, где забор, что называется, умный, напичканный датчиками слежения, там, объема, движения и так далее. Там они, конечно, ее преодолеть не могут, но есть другие места в том же Иерусалиме, и они через нее совершенно спокойно действительно переходят. Ну, не так уж и спокойно, там, действительно, их пытаются ловить, но, тем не менее, в Израиле работает достаточно много нелегальных рабочих из палестинской автономии, и все они вот таким вот образом действительно проникают. А напомните, пожалуйста, во что обошлось строительство стены в общей сложности? Это, насколько мне известно, около 13 миллиардов шекелей, это примерно 3 с небольшим миллиарда долларов. За 700 километров? Меньше 800, около 700, около 750. Сергей, у меня есть уточнение, это Алексей Лихман, добрый вечер тебе. Ты плотно занимаешься темой стены, и можешь ответить на мой вопрос, вот эти миллиарды долларов, на сколько дней они остановят, имеется в виду эта стена, такую мощную, хорошую военную агрессию? С танками, градами, ВТС? Я полагаю, что они в течение часа не остановят такую агрессию, потому что, да, потому что, как можно остановить танки при помощи проволочного забора или датчиков движения. Спасибо. Тут надо понимать, что в Израиле система безопасности, она очень такая многоуровневая, и стена всего лишь часть этой системы. Для того, чтобы остановить армию, нужна армия. Сергей, ну вот еще, наверное, последний вопрос, поскольку время наше ограничено. Вот как вы лично относитесь? Мне приходилось от израильтян слышать и такую точку зрения, что на самом деле стена, в некотором смысле это способ законсервировать нерешенные политические проблемы. И вот в результате того, что стена есть, очень многие проблемы безопасности, проблемы нормализации отношений с палестинской автономией отложены, по сути дела, на неопределенный период. Так и есть. Это промежуточное решение, такое же, как сейчас собираются вокруг сектора газа строить второй пояс стены, которая будет уже там сейсмическими датчиками. Это сиюминутное промежуточное решение. Возможно, очень эффективное, но не решающее проблему в целом, потому что остановить волну террора, остановить волну террористов-самоубийц стена может. Но помирить два народа она не сможет никак. Тут дальше дело уже за политиками. Ну а как вам из Израиля? Вот вам лично смотрится этот проект украинской, великой украинской стены между Украиной и Россией? Сергей? Ну, мне из Израиля да-да, я понимаю, мне из Израиля кажется, что, наверное, это будет не очень эффективно против российских танков, самолетов и ракет. Как может помочь стена? Кого она остановит? Ну что ж, спасибо. Это было мнение нашего израильского корреспондента Сергея Ауслендера. Сергей, спасибо. Мы с вами прощаемся и сразу хочу показать результаты голосования на нашем сайте, на сайте подробностей. Мы такой, как всегда, иронический, провокационный вопрос задали. Что такое стена на границе с Россией? Вот это что? Воровство обычное? Воровство с пиаром? Или это вот попытка осуществить израильское ноу-хау на украинской почве? Или это нечто вот из области такого фэнтези? Вот знаете, кто смотрит популярный сериал Бальвар Престолов, вот там, помните, северные территории были тоже стеной отгорожены. И вот результаты, видите, большинство людей, 53-52%, вот голосование продолжается, колеблется, говорят, что это воровство с пиаром. Да, можно? Да, Тарас. Это даже подарок Путину на день народжения, так и сдают частину Луганской и Донецкой области. Понимаете? Нет, 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 Россия, я сейчас пожертвую, я процитую Куркова, Россия заявила, что украинская стена заважатимет тваринам. Такого они мали на увазе? Козаков, добровольцев или свои регулярные войска? Я думаю, с бетонной стены все ясно. Воровство с пиаром, пиар с воровством, все зрозумело. Бетонную стену откладываем в биг. Я хочу сказать одну речь. Какую стену насправді могли Яценюк с Турчинами поставить в бережні этого года? Вернее, они были обязаны это сделать. Как только разведка донесла, что там планируют это делать? Они были обязаны отдать наказ и разместить что-найменьше четыре армейские бригады и закрыть ними кордоны. И взяти фронт и забрать святом прикордонные войска поставить таки. И, возможно, ситуация на Донбассе развивалась бы по-другому. Но Турчинов такого решения не принял. Вы говорите сейчас про стены. А почему? А я думаю, он просто побоялся принять это решение. Побоялся? Да. Він побоялся принять это решение. А теперь можно говорить про пиар с бетонной стеной. Евгений Алексеевич, от Ира Веригина не даст мне сбрехать. Первый раз Луганскую областную адміністрацию захопили 9 березня 2014 року на день народжения нашего пророка Шевченка. У этот день она была первая замгубернатора. Я прилетел на Луганщину. Мы за ночь освободили областную адміністрацию. Захопили Клінчаєва организатора захопления этого помещника Ефремова. И стабилизировали ситуацию. Когда 6 травня повторно у Луганску захопили областное управление СБУ. Вже 7 травня я был там. И вимагал Ирина, и я вимагали негайно ліквідувати это осень гнездов СБУ. Нам рассказывали там мирные люди с ними треба вести переговоры и так далее. Допереговаривали, что сегодня втратили пів Луганщины. А если бы в травне замочили довбанули черночатой или газом довбанули те осень гнездо террористичное и в Донецке и в Луганске не было бы ничего. Так как в Верховную Раду Крым и может и Крым и в Крым и в Крым не привезли сюда, нуль реакции это означает только одно, не можно позволять себе самим призначать выполняющие обороны президента, не можно позволять себе премьерами призначать Господь Бог и эти дети, которые имеют право голоса, должны выбирать владу они сами себе призначают я хочу напомнить на начале військовой агрессии России в Криму мы имели 20 тысяч військовослужбовців, мы отдали 15% своей территории без жодного пострілу, мне прикро визнати але я единый депутат Верховной Ради якийсь трибуни вимагал воювати за Крим мене вимагали позбавити слова, называли провокатором казали, что мы миром про все домовимся у писемку мы втратили Крим потом пішел Донецк, потом пішел Луганск это приклад, что будет строительство и не защищать очень интересный разговор приберите эмоции для второго часа пожалуйста, давайте продолжим этот разговор в следующем часе программы я наступаю аплодисменты 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 Неделю назад Это история про ватников Которую сочинила присутствующая здесь Ирена Карпа Я сразу хочу сказать Что все персонажи этого мультфильма Являются плодом воображения автора Эти персонажи вымышленные И всякое возможное соответствие С какими-то реальными героями Является чисто случайным Итак, смотрим вторую часть Подробности UA& Ирена Карпа представляют Серия друга Ватник-мутант Ну или лучше ватница-мутантка Бо что-что про одних мужиков все всегда Нас тут пока не Европа Учимся сначала не дискриминировать женщин А уже потом и до геев доберемся Жила-была красивая женщина По-настоящему красива Блондинку красилась и леопард любила На всем ушел, когда зрение попадало В детстве эта женщина так любила виршика про дядю Степу Что очень просила батьков, чтобы ее так назвали Степа Только же на девчатке то имя решила судьба И назвала тетю тетя Штепа Маленькая тетя Штепа так рассердилася Что ни стихий, ни книжек больше в жизни не читала И пошла в чиновники Отомстить прогрессивному человечеству Ото служила воно мэром одного восточного города Все йшло по плану Бюджеты, откаты, паради, утренники Короче, была така же, как все Но только леопардовые носки, трусы и колготини на базаре покупала А в Милан со специально обученным стилистом летала На шопинг Но тетя Штепа была все-таки женщина сознательна Ей экономить надо В другом городе поребриків розовый покрасить Надо будет здесь на Пасху Чи еще что-то для красоты сделать Тому пришла как-то ее вбиляву голову совершенно гениальна мысль У всех нужных местах соби сделать леопардову татуировку А заодно и ботокс наколоть Ну, в ближнем зарубежье так даже царь-батюшка делает Каждому чиновнику за положняк Но судьба опять кошутила над тетей мэром Иголка для ботокса была не стерильна Потому что поток местных статусных блондинок На процедуру как-то резко увеличился И успевали в аптеку бегать Ото и заразили святую, можно сказать, женщину какой-то фигней По-научному бешенством ватки Ото переболіла тетя Штепа И стала ватницей Ну что, жить можно? Главное, ни день чим не зацепиться Бо полиза зведу сіль самі понимаете шо А тут еще, что с типа войны З братним народом началось Хер просишь, кто чий бабай, кто кому десантник Так что в теті Штепи на тому фоні осложнение пішли Бо ж вроде обещают освободить тілі жизнь У Криму и Анапе Но деньги в бюджет досі посилає ненавист на хунта с Киева Так что хочу срить Не может Штепа определиться умна вона чи красива По новому интервью одне говорить В іншому по другому пи***й кому как вигодно А всім, кто недоволен, справку предъявляет Про психическую мутацию Больше тетя Штепа не фотографировалась Як у старых временах в красивых интерьерах Тепер вона возглавляла паради Верховно-Кобиле та шейпереодита Мальвиною Після чего психические проблемы Начинались у всего города Ну тут уже соседский царёк підсубив Організував пострадавшим Доброзный дурдом Так и назвали его ДНР Дурдом народ царушкова Чтобы красиво было и не ущемлялись ничьи права А по соседству в ЛНР Лечебница народа русского Була одновремя даже ватная министр культури Так вона ж вообще была шикарна женщина Одни фотки на мустаху трусах із сиськами На перевес чого стояли Ни одного гражданина укультурила Не то, что вы Правда, министр серйозно считала, что Горловка Это разновидность Миньета А не город у соседней республики А вообще-то ватниц у нас и на Великой Украине хватает Некоторые даже известны Кто поет, кто депутатствует при этом А кто в Москву за золотым валенком ездит Премия такая, музыкальная Но потом такая заслуженная ватница Должна на всякий случай клипчики про небесную сотню знать Потому что конъюнктура тоже дочь мутации А что у нас был дититок? Он, конечно, не женщина Но и факт, что на приватных вечеринках Тихаря не переодевався штепою Продолжение следует или туби-континию Спасибо, спасибо за аплодисменты Я напомню, первая часть этого мультфильма Которую мы показали неделю назад Собрала в интернете, по-моему, около 300 тысяч 330 тысяч просмотров Посмотрим, сколько соберет вторая Ирен, можете что-то добавить? Я завжди дотримувалась тією думки Что смех допомогает долати страх И самая безстрашность Безстрашность украинского народа Поламала все планы Путіна Потому что ему обещали, очевидно Что с одной искрой запалится все И он дойдет до Киева Но 45-миллионная страна, которая себя оборонит Вона дает слишком высокую цену для врага 45 миллионов вот этих вот хохлов Вот мы говорили долго про Оборонительные укрепления, инженерные сооружения Стену, забор Но я по-другому бы сейчас поставил вопрос Какие реальные военные угрозы сейчас стоят перед Украиной? Ну, реальные угрозы, конечно, носят самый разнообразный характер Понимаете, нельзя их определить просто Вот опасность войны и все Самые разнообразные Ну, в частности, например, на освобожденных территориях Довольно высокая вероятность возникновения Широкомасштабной диверсионно-партизанской войны Это раз Со стороны? Ну, со стороны террористов вот этих незаконных ужинных формирований Вот неоднократно уже отмещались попытки проникновения Это что значит? Что будут делать? Ну, что? Это коммуникация и нападение на представителей украинской власти Значит, атаки подразделений украинской армии То есть, ну, тактика обычная Бей, беги То есть, то, что мы увидели Это известная методология ведения войны А опасность какого-то масштабного вторжения существует? Да, значит, на нескольких участках Можно отметить создание таких ударных групп Значит, этих террористов Значит, в районе Волновахи, Мариуполя и Дебальцево Значит, сама оперативная ситуация Она провоцирует к такому активным действиям Вот, поэтому, значит, мы не можем сказать, что сегодня уже опасность полномасштабного такого конфликта снята А есть ли угроза вторжения со стороны Крыма? Ну, это будет довольно сложно Почему? Можно так с военной точки зрения вырваться Потому что очень часто мы получаем разного рода информацию Ну, придется решать Что там концентрируются вооруженные силы Российской Федерации Да, там придется решать целый комплекс задач довольно сложного характера То есть узкое горлышко сухопутное, через которое надо вырваться ударной группировки на оперативный простор При проведении десантной операции или нанесении массированного какого-то удара Ну, то задачу, в принципе, возможно решить Но если, значит, военная политика нашего государства будет довольно внятной и адекватной То вероятность того, что из Крыма вырвется ударная группировка, она мала Меня больше тревожит Приморское направление, Азовское, Мариуполь и все остальное Значит, группировка, которая сосредоточена в районе Мариуполя, она не уменьшается Мы видим, как она наращивается, а не уменьшается Вот, значит, сейчас происходит такая некая ротация у них Вперед выдвинутые вот эти вот представители местных формирований А российские подразделения отведены во второй эшелон Когда можно ждать какой-то новой агрессии? Вот они упорно ведут разведку в полосе между озерами на Кальмиусе, которые севернее Мариуполя И в промежутке, вот там, где Сартана, вот они упорно щупают там коридор для того, чтобы, ну, я так понимаю Какой-то план существует все-таки нанесения удара Евгения, давайте еще послушаем Ирину Васильевну Да, 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 обязательно, как раз вы у меня, как называется, язык Асмирия Ирина, вы, я так понимаю, были вместе с президентом где-то там в районе пограничных укреплений? Мы были в районе Мариуполя, ездили три депутата Ирина Герасченко, как представитель по восточным регионам президента Я, как представитель комитета справ человека И Маша Ионова Ну, что вы там увидели, к обороне готовы, Украина? Вы знаете, вот честно, я приехала успокоенная Я вам скажу, что... Мы здесь, если Дима, беспокоили, а вы вернулись успокоенно Если можно микрофон Я просто... Хорошо Не беспокоюсь Я не беспокоюсь Вы знаете, я приехала спокойная Я увидела очень серьезно укрепленная территория В размере, на расстоянии 45 километров В три ряда укрепления Это не просто фортификационные споруды Это блинтажи Это где вы видите, в Донецке или в Луганске? Я вас не буду перебивать И вы меня не перебивайте Олег, давайте меня не перебивайте Я просто хочу сказать... Дуже серьезные инженерные укрепления Дуже серьезное обеспечение техникою Я же не называю километры, населенные пункты и так далее Дуже серьезно вооружены наши украинские войска Поверьте Дуже серьезное обеспечение до зимы Теплые речи, взутки, бронежилеты, каски, новая зброя, танки, транспортирую Больше 45 километров в трех линиях обороны Дуже серьезно укреплены наши пограничные войска, морский патруль Дуже серьезно укреплены наши пограничники Яки несут там... Ирина, а возможен вариант, чтобы президенту показали какие-то потемкинские деревни А мы не ездили с президентом, мы ездили окремо У нас была совсем другая программа Ну вам тогда, вы представитель силы президента Нет, мы видели это лично своими очами Никаким образом это не похоже на бутафорию, поверьте Но как-то наши гости с недоверием, не я, гости наши с недоверием на вас смотрят Я не знаю, если гости тут в студии продолжают воювать за помощью клавиатуры, возможно Но я так думаю, что гостям нужно поехать на место, поспілкуваться с населением Поспілкуваться с пограничниками, поспілкуваться с морскими похотинками Ну вот у нас общается с пограничниками и с местными жителями У нас общается Ирина Веригина, и она, по-моему, с вами абсолютно не согласна Я с теми прикордонниками и с теми батальонами, которые находятся в Месте Счастья И они говорят геть инше, они говорят про постельный обстрел Они говорят про то, что у них нет оружия И они говорят про то, что у них нет одежды до зимы Это каких-то два разных востока Украины, согласитесь В Донецкой области Мариуполь отыщал один губернатор, а за Луганскую область другую губернатор Это чуть-чуть инши области, и чуть-чуть, я хочу закинчить Чуть-чуть инши области, Ирина Веригина, насколько я знаю, до недавнего была губернатором Луганской области Чомусь президент вырешил, что треба бы туда назначить москаля, я думаю, с зрозумелых причин Ну хотя бы потому, что Ирина Веригина второй номер расстрелял в списке ЛНР Смотрите, какая ситуация Так, конечно, за три месяца восстановить дом, которую разваливали 23 года, невозможно, правда же? Мы все тут прекрасно это понимаем Давайте смотреть один одному в очи и давайте честно говорить Армія восстановляется Оцей режим активного припинения в огню был необходим по четырех причинам Первое. Если мы хотим миру, мы должны готовиться к войне, правда же? Запущенный військово-промисловый комплекс, три изменения работают в заводе Танки, бронетранспортеры, вертольоты, летаки Другое. Две тысячи, а то и две тысячи семьсот наших військовополоненных А заручников, сколько вся территория Донецкой и Луганской областей, вот та третина, которая находится сейчас в оккупации Чеба не нужен был этот режим припинения в огню, чтобы этих людей выручить сейчас в полону? С тех катуваний, с тех взнущений, правда же? Чеба не нужно было сделать эти оборонные споруды? Чеба не нужно было створить эту буферную зону для того, чтобы убезпечить эту часть Украины? Заручниками сейчас может стать и эта часть Украины Это риторический вопрос. Извините, ну сколько же можно слушать это? Мариуполь, это ворота, в Херсонскую область, в Николаевскую область, в Николаевскую область Давайте так, давайте так Вы тут кричали в піввечера, я хочу сказать буквально пять хвилин, хлопці, не перебивайте А потом будет... У вас еще будет возможность ответить, да, Матюшин, я его налогом произносить Десятки вбитых, десятки тысячи, и за то, генералы говорят совершенно другое Что мы слушаем? Сейчас я вам дам слово И вам, и вам тоже, не волнуйтесь Динамика вбивств, которые происходили за два дни под Уловайском, когда начали регулярные российские войска, показывает Две тысячи вбитых за два дни, это означает наступное Когда украинская армия не подготовлена серьезно, то когда бы разбомбленный был Мариуполь, были бы знищены сотни сел в Херсонской, Миколаевской, Одесской области Зрушена инфраструктура, такая, которая знищена в Луганской и Донецкой области Это перемирие нам было необходимое Были бы убитые женщины, дети и пожилые люди, пенсионеры, которые живут в этой мирной части План Путяна, Новороссия, аж до Приднестровья Мы должны прекратить этот активный огонь Для того, чтобы укрепиться Для того, чтобы переозброиться Для того, чтобы провести смену войск Для того, чтобы нарастить военные силы и мускули Проект Стіна означает не только строительство у этих инженерных укреплений Проект Стіна означает и Стіна на Международном фронте Вы видите, какой тиск сейчас происходит со стороны Европы и Америки Миллиарды долларов вкинуты Россией для того, чтобы разварить этот мир Кому война, кому пройдет Ирина, на Международном фронте мы выбрасываем кредиты МВФ и выбрасываем миллионы евро на стену Порошенко заставил сести европейцев и американцев за стил переговоров с субъектом международной политики Украины Порошенко заставил, вы хотите сказать, заставил Порошенко Вин заставил их не развариться Санкции введены Немеччина и Франция, которые были помиркованными адвокатами Росии Посмотрите, они сейчас проявляют инициативу для того, чтобы лично следовать о режиме прекращения огня ОБСЕ делает это форматировано Сейчас Порошенко встретился с 36 министрами закордонных дел стран Европы, которые входят в ОБСЕ Он просит увеличить миссию представителей, спостерегачей ОБСЕ до 1500 Зараз позачергово уже в Украину прийшли перші безпилотні літальні аппарати, для того, чтобы весь свет в онлайн бачил, кто порушает этот период перемирья, кто продолжает стрелять Я хочу добавить в Иргене на рахунок счастья Так, этот режим перемирья не витримует никакой критики Мы прекрасно понимаем, что это не мир Чему происходят обстрелы под счастьем? Чему происходят обстрелы под Донецком аэропортом? Чему происходят обстрелы под Волновахою, под Дебальцево? Я думаю, что тут все грамотные, все читают интернет Треба просто сесть и с розумом говорить, а не кричать Это точки, которые имеют стратегическое значение, как для Украины, так и для россиян, которые бы хотели... Понятно, спасибо, спасибо Пожалуйста Извините, да Я обещал... Игорь Моллер Я обещал дать высказаться Игоря Моллеру Я больше не буду перебивать, но я хоть дурно, но воспитан, выждал Я вам не верю, потому что я был только что счастью перебил Я спрашивал, я спрашивал у тех У местных жителей на контролируемой территории У людей, которые с неконтролируемой территорией едут за пенсией сюда, к нам, в Лисичан, Северодонец Потом едут обратно туда, к сепарам деньги тратить Я говорю, с солдатами, с комбатами, с генералами Я спрашивал, ребята, вам нужно это перемирие? Они говорят, нет, чувак, нам нужен мир Это две большие разницы Я говорю, а что такое перемирие? Это для того, чтобы не произносить слово капитуляция Понимаете, что происходит? Ребят Я принес вам вот такую штуку Это с войны, это передельская Пощупайте пальцами Я не знаю, это, конечно, не передаст вам ощущение градов Пустите по кругу А что это, Игорь? Только руки не испачкайте Это церковь в Лисичанске Эта церковь была разломлена градом И там был прицельный огонь Там просто нет ни одного сантиметра Это фрагмент святыни Это фрагмент Лисичанской церкви Я просто хочу, чтобы эта атмосфера войны А не только Ириныны слова Вошли сейчас в ваши тактельные ощущения Мы с Олегом Ляшко попали под град Ну, град был 800 метров Но вот здесь вот внутри йокало так, как никогда в жизни Даже во время самого настоящего мужского счастья И сублимация после этого была такая, что мы с ним потом под потолком зависали Вы потом ржали над нами в студии Потому что мы выходили с сепаратистом, с наводчиком в ночь И вы тут ржали, Бореза вас развлекал Ну, не знаю, имеете, наверное, моральное право Но вот пощупайте вот эти вот дырки от пуль И вы поймете, что вот эти дырки остаются в наших парнях Которым нафиг не нужно перемирие Им нужен мир А их разводят Ира, мы ехали в зону 16 ментовских блокпостов И куча еще военных Ни туда, ни обратно нас никто не остановил Ребята, я предполагаю Что АТО Третье мировое АТО Которое начинается в Украине вот уже в третий раз Потому что Первая мировая прошла через Украину туда-обратно Вторая мировая прошла туда-обратно И по Украине я сейчас узнаю Третье мировое АТО Давайте наберемся и назвать вещи своими именами Вы говорите, стена У нас есть партия войны в России, у них Есть партия стены в Украине Посмотрите на рекламные щиты, которые превратили Украину уже в рекламную стену Мариуполь защищен был благодаря губернатору Тарути Который назвал войну войной Сегодня он ушел отстал Почти его сняли Потому что он отбился к Путину и сказал Путин, война в стране Защита Мариуполя была обеспечена Я категорично с вами не сгоден Я безусловник мариупольских подей У червня месяца мы плановали операцию по звольнению Мариуполя Олег, мы это кто? Дозвольте я закинчу Я, это национальная гвардия, это добровольцы, это збройные силы Это я, в том числе 13 червня, когда звольняли Мариуполь Это было полнолуние, пятница, 13 число, мы звольняли Мариуполь Початок операции 4-го генерала Я могу сказать, когда вы рассказываете за Таруту То Тарута винен в том, что сдали Донбасс Тарута вихвалял оплот, который защищал областную администрацию Захарченко сегодня представник оплоту Главный террорист в Донецке Если бы не такой соплежой, как Тарута, как Ярема Как все остальные, кто сегодня при стране Мы бы не знали ни Донецк, ни Луганс Треба было дойти жорстко, треба было мочить террористов Сволочей сразу, и только они вылетел И у нас у нас тысячи в жизни тысячи в жизни, и у нас у нас у нас А теперь... Олег, 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 Олег А теперь, Вира, а теперь у меня до вас одно вопрос От вы рассказываете, как все добре Что все там защищено Я не знаю, из какого космоса вы пришли Что всех у вас хватает Теплые вещи есть, буржуйки есть Каждый день мы поставляем буржуки, генераторы, теплые речи, бронежилеты, каски и так далее Да, там действительно идут важные работы, о которых не можно говорить в интересах национальной безопасности Там действительно сегодня все делается для того, чтобы защитить не только Мариуполь, а и другие населенные пункты Но этого абсолютно недостаточно У наших солдат нет элементарного Нема на чем спать, телефон мобильный зарядить Понимаете или нет? Не выдавайте бажа незадействия Волонтеры обеспечивают армию Как бы не волонтеры, наши солдаты ноги давно уже витягнули Олег, ты покричал? Олежа, вы покричали, теперь послушайте меня Я не кричу, я говорю Ви кричали Якщо уважно вы слушаете меня, то вы згадаете то, что я сказала Я сказала, как надежно укреплений Мариуполь Я сказала второе речение Так, вся армия незабеспечения, так как это делается сейчас на этом стратегическом направлении Я говорила про Мариупольский направлении и сказала, что за три месяца, когда восстановилась армия, которая была уничтожена до нуля Да, есть очень много проблем в других направлениях Так, и для счастья есть проблемы, и в других направлениях Но этот стратегический направлении, который нам закрывает ворота До этих четырех областей, которые я назвала Это конец Донецкой области, это часть Запорезьской области, это Черсон, это Миколаев Укреплений и укреплюется очень надежно Никто не закрывает очи на эти проблемы, которые есть Янукович и влада попередняя 10 лет уничтожила эту армию Вы помните последние указы Януковича? Это последний призов, а потом будет контракт на армию Ну так или нет, Олег? Слушайте, я знаю, я знаю, что не может быть миру, цілою, сдачи территорий Не может быть миру, когда агрессор стоит на нашей родной земле Вы, наверное, Олегович, питайте святки за грозы Вам любой військовый аналитик скажет, за гроза с Приднестровья, 14-та российская армия За гроза с Крымом, за гроза с Черниговского направления, Сумского направления Вы тратите 2 километра до Киева И когда мы говорим о том, что строить стены люди добрые У нас есть повитерно-десантные войска, которые сидят и за 30 минут в Киеве десант высадился И никакая стена, на которую вы миллиарды тратите, не поможет Поэтому нужно тратить на повитерную оборону Нужно тратить на засады социальной развития Нужно тратить на развитие заголовного направления Главное, на оснащение армии Вот вы наводили прикрады из Израиля Знаете, что нам от Израиля треба? Не стена Нам от Израиля треба систему купол У них система, которая прикрывает весь Израиль И десятки ракет одночасно перехопливают и сбивают У нас 80% втрат живых сил Это втраты от обстрелов градов и минометов Не в прямом боязычнике, а от обстрелов Когда пацаны сидят в окопах Сверху накрили с российской стороны гради и десятки убитых Вот что нам треба? Протиповитерная оборона Проти градовая оборона Для этого нам треба поддержка международной общины Ну и наконец Главная загроза сегодня для страны Двое Это внешняя агрессия И это экономический коллапс Курс доллара по 15 гривен за доллар Цена литра бензина по 18 гривен за литр Это экономический коллапс И ответственность за это несет уряд Президенте Максимума Так Давно просил слово Я обещал дать слово Ивану Крулько Который идет по списку в парламент по списку батьковщины Номер 8 если я не ошибаюсь Так вы прави пане Евгене Дякую за слово От коли говорят про стину Яку планують будувати Мені вона більше нагадує стину плача За 66 млн евро Які там закопают Бо ми знаємо як в Украине закопують гроши в дороги Прекрасно знаємо От так само закопают и там Які можуть бути стіни у 21 століття Коли в території Росії градами и ураганами обстрілювали українську територию Мене більше турбує інша стіна Яка сьогодні будується между Украиной и Европейским Союзом Бо сьогодні партія Тегибка говорить в полный голос Что после выборов планують с партией Блоку Порошенко утворить коалицию Ось це справжняя стена между Украиной и Европой Бо Европа от нас отвернется Оскільки мова идет фактично про утворение коалиции с колишними регионалами И с теми хто сьогодні набився в опозиційний блок И в партию Тегибка И про обрання премьера який буде вигідний Кремлю Но если господин Тегибка говорить что он хочет коалицию Это совершенно не значит что партия Блоку А на самом деле это найбільша проблема и найбільша стена Ну и еще одно Я просто пані Ірину ви сказали стосовно виригидною Что было за что ей звільняти Знаете ви також проходили до парламенту за списком батьківщини Коли было наиваще в вашей родине и ваш человек був за гратами Так вот я вам скажу что на жаль Пані Ірину Виригину звільнили абсолютно безпредставно Так само как сьогодні всіх людей Які прийшли з Майдану Воювали за те чтобы Украина була демократичною державою Повально звільняються И ставлять на их месте людей Які співпрацювали с партией регионов и с колишней владой Ось ця проблема Тому не скажите за Виригину Вона в найважчий период А кому речь Примеры просто приведите Про Кузьменко в Кировоградской области Ситушок возив на Майдан пачками автобусами А ми проти них Оці студенти стояли проти них Які тут стоять Виходили Депутаты Жвані Балоги Кузьменки Посталенко По Киевской области Які двумя руками голосував за закони 16 січня А ми говорим про те что Виригина не так працювала Другий номер у розстрільному списку Мені здається що це не треба говорити Навпаки у найважчий період Взяла область Чоловіки всі повтікали А вона у нас жінка В Луганскій області Була на обороні І захищала Ось такі люди мають бути сьогодні захищати Україну Юрий Сиросів Юрий Сиросів К вам слово Пожалуйста Ви ще артані розкрили сьогодні По-моєму єдинствені партії Свобода Не дали Я хотів би сказати акційному комітету Нацбезпеки оборони Що на жаль ми досить багато про все говоримо І мало робимо Про стіну ми багато говорили про укріплення кордону Робилося мало А якщо робилося запізніло Тому очевидно що треба укріплювати Східний кордон Європи Бо східний кордон України це східний кордон Європи Євросоюз теж повинен думати Де він хоче мати кордон В Ужгороді чи в Луганську Це наша спільна проблема Ми це мусимо зробити Ми так само мусимо пам'ятати Що ключова війна це війна за міськи На жаль в головах Важко побудувати стіну І розібрати стіну Між тими людьми які попали В ці лищата русского міра І сьогодні зі зброєю в руках Воюють проти української держави Тому ту світолідну війну З ціною не збудуєш Не зруйнуєш Найгірше що відбувається зараз Це коли влада і народ Угодують стіну між собою Тому що те що я чую в цій студії Коли колишні люди Сіма разом стояли на майдані А тепер в догоду якихось політичних інтересів Починаємо жити себе між собою Знищувати знову ту нашу перемогу спільно І Путін десь обводує І вже свою стіну Свій мур Свою п'яту колону Він вибудовує Але щоб будувати стіну зовні Світовоглядову стіну Треба нарешті розібратися з п'ятої колони Розумієте? Коли генерали ФСБшники сидять Коли жоден Їхні прізвища всі оприлюднені Але коли жоден не відсторонений Коли учасники майдану розстрілюють А беркутівців відпускають От тут є серйозні проблеми Але ми мусимо розуміти Ключове питання Ми всі на цьому одному кораблі Ключовий ворог Путін Мусимо перемогти Путіна І мусимо пам'ятати Щоб в ХХ війці Війни світоглядні Війни засвітовлять За душі, за міських людей Оцю війну мусимо виграти Мусимо збудувати Велику українську державу Мусимо цю жити за прикладом Що ми маємо бути мирний Дозубів озброєний український народ Не тільки Розумієте? Не залізом воюють Воюють духом Ботаніки з Майдану Перемогли найкращість Путковських десантників От там під Іловайськом Тому що дух перемагає Я сьогодні був в Чигарині Знаєте, поки Чигарин Було козацьке місто Поки козаки воювали Ми були найбільшою Східноєвропейською країною А коли поїхали Заключати Мінські угоди Переяхлав От тоді Чигарин Став глухою провінцією З тулобами І з москалізованим населенням Тому мусимо воювати Нема на то ради Якщо не ми захистимо Європу І зупинив Путіна Цього ніхто зробити не може Понятно Будьте добри Будьте добри У нас ще один гость Ви разу не брав слова Владимир Хаменко Представляючи Украинську провінцію Украинську глубинку Партия Заступ Дякую за названня слова Слухайте, проект Стіна Я абсолютно підтримаю Ми живемо в третьому тисячолітті Все, вона не може нас захистити Це очевидно Є інші захисті засоби Тому давайте ми про це перестанемо говорити У нас крім питань АТО Є ще купа проблем Які є в державі Я хочу сказати про село Про наше українське село Я сьогодні з Чернігівщини Послухайте Люди там живуть І бідкаються за те Що продукція Яку вони виростили В себе на городах Вони продають в 4 рази дешевше Ніж вона на прилавках Люди п'ють воду Від якої помирають Ви знаєте що Україничну воду вже пити не можна нашу Бо хімія які кидають на полях Вода ні трати ні трити І кількість хвороб збільшується в селах Критичну воду пити не можна На південному сході там де артезіанські свердловини Взагалі забули державу про тих людей які там живуть На Херсонщині воду подають 2 години на добу Ви розумієте про що я де мова Ви зараз всю Америку для себе відкрили Що цін немає на сільозпродукцію Ми не відкрили Ми це питання хочемо піднімати Ми з вами як їх вирішити Керували секретаріатом президента Ющенка А Ющенко 5 років був президентом Що вам заважало село підняти Чого ви село піднімаєте перед кожними виборами Після виборів опускаєте село Перед виборами піднімаєте село Ви на себе в зеркало гляньте Який ви сільці Ви ж городські, а не сільці Ви погляньте село піднімати Дайте ми договорити про що Ви перед виборами обіцяють заступ на кладовищі Я був обіцяю на багато заступ Це вже старе Ми її отиграли в прошу З заступом купають городи, а лопатою могили Запам'ятайте Потім по-друге Я виріс в селі Київська область Пар'ясок Хмельницький район Село Сумково долина Так що не чіпайте звідки я? І по-третє Почекайте Ці проблеми очевидні Але жоден уряд Який був за часівній залежності Проблем на Особливо На житлово-комунальне господарство Я очолю об'єднання Сільського-комунального господарства Проблем не звертав Тому в нас вкладся така ситуація Що гроші які направлялися на житлово-комунальне господарство Шли тільки в міста А в село доходили копійки Тому в нас вкладся ситуація коли 70% інженерних мереж Кожна вдруг артезіанська свертловина Табаш Таражновська Потрагують термінової заміни Інакше там людям взагалі не буде чого Не воду пити А як село к війні відноситься? Село підтрима І от до речі Я дякую за запитання Слухайте Оце дуже гарне запитання Люди допомагають І з цього піару не роблять І ті кому допомагають Вони знається допомогу Так само робимо і ми Так у нас війна Знаєте я вам скажу яким чином Село відноситься до війни Подождите Прозвучав ряд проблем Которые сейчас в Україні Тоже треба решать в першу очередь Кто-то сейчас этим занимается Яким чином вертається кріпостне право в нас? Тому що цілі території Передаються терористам Коли земля переходить разом із людьми Кріпостне право повернули в нас в Україні Зараз відбуваються договорники з Путіном І терористи вже кажуть Ну ми там обміняємо Ці населені пункти ми ще собі забираємо 38 за час перемир'я Втратили населених пунктів Оце справжня проблема Яке ж може бути перемир'я Коли терористи приходять Без бою закоплюють Це називається капітуляція І це називається кріпостне право Я все ж хочу розуміти Одною ли війною Подождіть Я все ж хочу розібратися Одною ли війною Ми должны жити на сьогоднішній день Я вас прошу дать Адже не розуміти Дать ответы на получені питання Которые только що розвучали Олег, і ви дайте роботи Олег, дайте мне роботи і ви то Усі люди хочуть, щоб був мир в країні Стоп! Стоп я сказав! Дали похоронки У села ховають хлопців В авармії служать сільські хлопці Яких вбивають У тому часі в моєму окрузі на Чернігівщині Уже з десяток поховали пазанів То ми звичайно і цілою місто против Але і цілою місто розуміємо Що країни треба захищати На цей голий популізм, Олег, хочу все-таки відповісти Давайте відповідати на поставлені задачі Дивіться Петро Порошенко, ідучи в травній місяці на президентські вибори Запропонував дві ідеї На сьогоднішній день, коли ми будемо йти на ці вибори Ми маємо вирішити для себе лише два питання План Путіна, який вимагає від нас війни Економічного занепаду України Знищення і витирання її з карти України як незалежної держави І план Порошенка, який він запропонував І отримав підтримку 55% населення Олес, я вас не перебивала План Порошенка сказав Ми хочемо миру І це збігається з бажанням всіх українців Миру, а не перемир'я Я з вами згідна, миру Ми хочемо, щоб нас поважали сусіди І за наше бажання жити краще Не вбивали, правда ж? Це всі хочуть Ми хочемо кращого життя Бо такого занепаду Про який розказує наш колега За 23 роки ми не бачили ще ні разу Сім'я Януковича Розглядаючи Україну як свою отчину Олег і ви це теж підтримуєте, правда ж? Знищила Україну Довела до злі днів Іра, ну хватить вже нам всім розказувати мантру Януковича Ну вже нова власть Скільки місяців при власть Іра, ви говорите за сім'ю Януковича Ваша сім'я йде до Верховної Ради Ні чому до Верховної Ради не можуть прості хлопці дівчата в простій сімейністі? А именно депутатські діти повинні йти Чоловіки і жінки завтра Нуки підуть до Верховної Ради Іра, при всій повазі до вас Ви правильно зробили, що ви пішли в Верховну Раду Бо ви мали захищати політв'язів Витягувати Юру, витягувати Юлю Витягувати інших політв'язів Але сьогодні, коли ваш чоловік на свободі Я вважаю, що це неправильно Коли ви вдох ідете до Верховної Ради Неправильно І давайте дадим закінчити Я думаю, що не ви будете вирішувати Хто буде заходити до Верховної Ради А люди, які будуть голосувати 26 жовтня А тому продовжимо Про партію Блок Петра Порошенка Крім мирного плану Петро Порошенко запропонував стратегію 2020 Скажіть, будь ласка Всі дрібні партії запропонували Якусь іншу стратегію розвитку України Хтось пропонує мирний план А крім критики Списку Порошенка Плану Порошенка Хто запропонував? Ми запропонували Я не бачу цього плану Порошенка 8 пріоритетних реформ Про які говориться Реформа правоохоронної системи Реформа національної безпеки і оборони Реформа прокуратури Реформа судова Антикорупційне законодавство Говориться 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 Я теж могу говорити Яка візьме на себе відповідальність Тих важких реформ Олег, я вас не перебивала Порошенко каже Найбільший ворог у нас І ми всі повинні це розуміти Люди добрі Це Путін А ми робимо ворога зараз Українську армію Ми робимо ворогами один одного Та давайте єднатися Як люди єднаються на фронті Давайте єднатися Одну секунду Одну секунду Хватить гристи один одному зараз глотки Я договорю Сідаємо в одну лотку Так як це робила Польща десять років А ми сварилися Яка мова крутіша Який регіон крутіший Сідаємо і грибемо Олег Не кричимо один на одного Неважливо хто ти і що ти Ти є патріот Ти хочеш єдиної України Ми хочемо заможно жити потом і кров'ю Страшні реформи Реформація Люстрація І підтримував це Президент І це є вимоги суспільства Я хочу Ірину підтримати І не шукати ворогів перед нами Пані Ірина Янукович теж казав Йому треба більшість у парламенті Йому треба і уряд Це привело до диктатури Не може бути монополії на владу Там регіонали йдуть сьогодні Голосували за закони диктатури Вони сьогодні йдуть до Верховної Ради Так вони в Верховної Раді Так вони в Верховної Раді Будуть над вами пройдуть Так Ви будете договарюватися Не зараз, а через місяць Ми не може підговорювати те, що ми пропонуємо А люди мають визначатися Чи вони підтримують чи не підтримують Ну послухайте, ну У нас країна в важкій ситуації Ну об'єднатися всі повинні Взяти найкращих людей Найкращих ідей І з ким з регіоналами об'єднатися Ми, извините, винили попрощатися Время программи подошло к концу Продолжить следующее До встречи